Ну, с точки зрения правил, шашки кажутся проще, чем шахматы, но в шашках существует огромное количество комбинаций, из-за того, что вот как раз-таки бить обязательно. И также очень немаловажна стратегия в этой игре, и очень нужно глубоко считать, чтобы выигрывать. Меня в шашки привели в 5 лет мои родители. Они решили, что мне нужно чем-то заниматься, то есть мне нужно какое-то развитие, и решили вот меня отдать именно в этот вид спорта. Также есть интересный момент, что мой папа в детстве занимался шашками, поэтому вид спорта, можно сказать, выбран не случайно. И также интересный нюанс такой, что мой сосед, который живет на этаже выше нас, он является главным тренером национальной команды Беларуси по шашкам. Я вообще изначально, когда пришла, вообще не знала про такую игру, то есть я не умела даже шашки расставлять, вообще не знала правил, вообще ничего про это. Ну и меня стали учить постепенно, у меня постепенно начало получаться, но мне было интересно всегда приезжать на тренировки. Меня родители привозили, я вот с удовольствием всегда ходила. Я занимаюсь шашками уже 12 лет, уже получается 13. Ну постепенно, ну не то чтобы интереса становится меньше, просто бывают такие моменты, когда очень много тренируешься и как будто перегораешь. Или когда неудачные соревнования, после них тоже становится такое отношение к шашкам, как будто хочется все бросить и больше не заниматься. Но потом все равно все-таки возвращаешься к этому, потому что уже не можешь без этого. Потому что часть моей жизни все-таки, 12 лет, это уже очень большой промежуток. Ну и да, то есть анализируешь партии, просто смотришь свои ошибки и все равно возвращаешься к этому. Ну и до сих пор интересно этим заниматься. Ну шашки, то есть такой вид спорта, где... Ну вот сейчас у нас существует много программ компьютерных, то есть там можно смотреть варианты и компьютер тебе будет показывать лучшие ходы. То есть раньше это все анализировали люди, вот, и писали книги, много по шашкам книг существует. Вот. Ну то есть свои какие-то анализы, свои какие-то идеи. То есть сейчас это все в компьютерах, все это анализирует программы. И тоже существует очень много ошибок в книгах. Ну и бывает такое, что вроде бы играешь по варианту, который написан в книге, вроде бы проанализировали все до тебя, а вариант проигранный оказывается. Вот. Ну поэтому всегда находится что-то новое. Ну и вот с введением именно таких программ компьютерных тоже открывается много возможностей. Ну вообще лучше занимать центры, потому что центры играть намного проще, а окружать сложнее из-за того, что, ну, в какой-то момент, если делаешь неправильный ход, то все, уже позиция может быть очень плохой. А в центры, в целом, просто ходишь в центры и позиция. Ну можно анализировать варианты самостоятельно, самостоятельно какие-то разработки, что-то находить новое, интересное, что не находили до тебя. Когда вот был период коронавируса, вот эта вот вся самоизоляция, я проводила немножечко времени на ютубе и смотрела там какие-то видео. Вот мне как раз попадались видео про шахматы. И вот заинтересовала тогда, я смотрела много разборов на партии, то есть анализировали, как. Вот. Ну и тогда стало интересно. Ну я какое-то время поинтересовалась этим, но потом все-таки поняла, что шашки это ближе ко мне намного. И все. Ну, со школой очень тяжело совмещать школу и шашки, потому что и школа, и шашки занимают очень много времени. То есть в школе нужно ходить на уроки, там сидеть по 6-7 часов каждый день. Вот. После этого делать еще домашнее задание, которого, ну, в 11 классе тоже немало. Еще учитывая, что у меня профильный класс, у меня профильный предмет — это математика английский. Вот. По ним тоже задаю дополнительные задания какие-то. Ну и на шашках тоже. Во-первых, тут много времени провожу, ну, в Ротсопе. И дома тоже занимаюсь. Ну, то есть времени очень мало. Ну, в шашках мне нравится именно вот их логика, ну, вот стратегическое мышление, то, что нужно просчитывать на несколько ходов вперед и, ну, вот, смотреть дальше, чем твой соперник. То есть предугадывать его ходы и подготавливать свои ответы на это. В Грузии проводился чемпионат мира среди женщин, и там проводилось три программы. Это Блиц или Молниеносная, Быстрая и Классическая. Там я выиграла все три программы. На эти соревнования у нас проводится отбор каждый год. Это чемпионат Республики Беларусь. Среди женщин также. И первые три человека, то есть тройка призеров, они автоматически, ну, имеют право ехать на чемпионат мира либо чемпионат Европы в зависимости от года. Ну, вот таким образом попала. Я заняла третье место в прошлом году. И с третьего места поехала на чемпионат мира взрослым. Родители очень довольны своим решением. Ну, и вот сейчас у меня есть младший брат. Ну, у меня есть старший брат, но он не пошел на шашки заниматься. Ну, и сейчас вот младший брат, ему пять с половиной лет, и его родители тоже отдали на шашки, он тоже занимается через шашку. Я сейчас являюсь членом национальной команды Республики Беларусь. И каждый день, кроме воскресенья, прихожу сюда на работу. Мои основные обязанности – это тренироваться и на соревнованиях потом показывать хороший результат для нашей сборной. Ну, вот сейчас у нас за три месяца должно пройти четыре отбора. Вот два из них – это на взрослые соревнования, и два из них – на такие юношеские, молодежные. Ну, женщины могут играть с мужчинами. У нас проводится, кроме таких вот основных соревнований, там, как чемпионат Европы, чемпионат мира, также есть этапы Кубка мира. Вот, там женщины играют вместе с мужчинами. Ну, то есть все вместе играют, но потом подводятся отдельные итоги среди мужчин и среди женщин. Но играют все вместе. Выиграть с одного хода нельзя, но можно проиграть со вторым. Ну, второй ход черных. Со второго ход черных. Ну, там просто так получается, что там такой вариант, что вот если вторым ходом черные пойдут нельзя, то у белых уже выигранные позиции. У нас на соревнованиях также существует призовой фонд. Вот, допустим, в Грузии на чемпионате мира, среди взрослых, там призовой фонд составлял 30 тысяч долларов. Вот, ну, и также в Беларуси можем получить деньги призовые. Через пять лет я думаю, что я все-таки продолжу заниматься шашками, ну, и получу образование, и, возможно, даже буду работать по специальности. Но все-таки в шашках я себя вижу через пять лет. Ну, то есть это контроль, который классически используется в Блице. Тут три минуты и добавляется две секунды на каждый ход. Ну, то есть на всю партию есть три минуты, да. И когда делается ход, нажимается на часы и добавляется две секунды. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...